15 вопросов обсудили на очередном заседании Президиума Общественной Палаты Приднестровья, которое состоялось 22 апреля в Тирасполе в Торгово-Промышленной Палате. Были утверждены составы рабочих групп. Заслушана информация о соглашении о сотрудничестве Палаты с Министерством иностранных дел Приднестровья. Предложение комиссии по развитию системы общественного контроля и противодействия коррупции. Утверждена символика Палаты. Все вопросы сложные. И по аттестации рабочих мест, и по диспансеризации, которые прилагали, и поцелуков. Ну то есть вопросы, видите, они животрепещущие, они берутся из жизни, поэтому где-то при обсуждении этих вопросов, где-то эмоции захлёстывают, где-то... Ну в принципе мы будем выходить на решение. Мы добиваемся того, что общественная палата работала так, как она должна работать, то есть по регламенту. То есть есть проблема, обозначили проблему, значит приняли решение, приняли лёгкие исполнения. И начинаем прорабатывать запросы на соответствие с этих запросов, там потом план мероприятий, слушания. То есть решения общественной палаты должны быть легитимны, они должны быть репрезентативны, они должны не просто звучать для того, чтобы они звучали, а для того, чтобы коэффициент полезного действия этих решений был высок. Почему? Потому что мы ставим своей целью добиться очень высокой КПД нашей работы. А для того, чтобы высокий КПД был, это в том числе зависит от качества тех решений, которые мы будем принимать. Вопросы общественной палаты подсказывают сами люди. Принять на уровне президента или на уровне, значит, пример, то есть правительство, документ, о том, чтобы обязать все трудовые коллективы, все трудовые коллективы, все, собственно, один раз в год проводить, значит, ну, не медосмотр, а диспансеризацию, может, диспансеризацию. В то же время это будет и вклад в нашу медицину, бесплатно, бесплатно. Я готов сегодня пройти, пусть мне это самое, значит, заплачу и урологу, и тому, и тому, 10 рублей, и тому, 10 рублей, и тому. Все граждане должны проходить медицинскую службу. С решениями общественной палаты можно будет ознакомиться на ее сайте.